Это город Дума, неподалёку от Дамаска, после очередной бомбёжки армии сирийского правительства. Эти кадры свидетельствуют о том, что соглашение о прекращении огня в Сирии, о котором около месяца назад договорились Вашингтон и Москва, не работает. Сообщается, что армия Асада при поддержке России продолжает наносить ракетно-бомбовые удары в районе Алеппо. В ответ на это США заявили о прекращении переговоров с Москвой по Сирии. Ранее Кремль приостановил действия межправительственного соглашения США об утилизации плутония. Некоторые эксперты говорят о начале новой холодной войны. По крайней мере, это шаг на пути к этому. Мы наблюдаем не только эскалацию конфликтов в Сирии, но и обострение в отношениях России и США в других сферах. Это угроза не только для двух стран, но и для всего мира. Ведь ядерный вопрос всё больше выходит на передний план. Что же касается Сирии, немецкий эксперт полагает, что в США взяла верх позиция Пентагона, а не окружение Обамы. Минобороны США выступает не за дипломатическое, а за силовое решение конфликта. По мнению Майера, США могут начать поставлять вооружение противникам режима Асада, что приведёт к новому витку эскалации сирийского конфликта. Думаю, что в скором времени Сирию ожидает ещё больше хаоса, ещё больше разрушений, ещё больше бомб упадёт на Алеппо и другие города. Остаётся надеяться, что Запад попытается найти более креативные дипломатические подходы и будет вести переговоры с другими сторонами конфликта, например, с Ираном. А также заниматься тайной дипломатией и проводить неофициальные переговоры с Россией, например, встречи за закрытыми дверями. В Германии прекращение переговоров США и России по Сирии встретили с тревогой. Мицце-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габрель назвал это свидетельством всеобщей беспомощности. Во время своего визита в Тегеран он призвал иранское правительство настоять на прекращении огня в Сирии.